Привет, я Олеся Медведева, а вы смотрите первый выпуск самого понятного украинского блога Ясно Понятно на канале Страна.юэй. Здесь мы и рассказываем о сложных вещах простыми словами и объясняем, что значат для Украины ключевые события, заявления и действия наших политиков. Этот выпуск посвящен Петру Порошенко и его связям с Россией, которую, если верить его словам, он ненавидит даже больше, чем Ирина Фарион и Лариса Ницой вместе взятые. К нам в руки попали эксклюзивные документы, которые мы покажем в конце этого видео, поэтому смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Сейчас в нашей стране не найти большего националиста, чем Петр Алексеевич. И за веру украинскую борется, и о мове беспокоится, и с Москвой в своих речах окончательно прощается. Но больше всего Порошенко выводит просто из себя, когда ему кто-то напоминает о его связях, либо о связях его окружения с Россией. Например, недавно 40 нардепов потребовали от президента отчет касательно его бизнеса в стране-агрессоре. Это прямо вывело из себя Петра Алексеевича. Эмоции Порошенко понять можно, ведь напоминание о связях с Россией полностью ломает его предвыборную стратегию. Поэтому ответ у него на все простой. Это клевета и работа на врага. И никакого бизнеса у Петра Алексеевича в РФ с начала войны нет. И теперь я хочу, чтобы все услышали, у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Липецкую фабрику, как утверждает президент, арестовали прямо с первых дней конфликта. Что сделало невозможным ее продажу, после чего предприятия сразу закрыли. Липецкая кондитерская фабрика. За наказом Путина, как актив, она с первых дней агрессии была заарештована. Для чего? А чтобы ей не можно было ни продать, ни передать. Это технология. Но тут как бы Петр Алексеевич допустил некоторую неточность. Если не сказать прямо, что соврал. Во-первых, арест случился не в начале войны, а 24 апреля 2015 года, когда уже больше года на территории Донбасса шли боевые действия. Во-вторых, были арестованы не корпоративные права, а имущество из-за тяжбы с налоговыми органами. То есть фабрику можно было бы и продать, было бы желание. В-третьих, сам по себе этот арест не мешал фабрике успешно работать. В чем лично убедилась замглавреда страны Светлана Крюкова, которая побывала на предприятии в феврале 2016 года. Только за 2016 год фабрика заплатила в российский государственный бюджет почти миллиард рублей. Всего за годы войны Рошен вывел из России дивидендов на сумму 72 миллиона долларов. Фабрика была закрыта, а точнее законсервирована лишь в апреле 2017 года. К тому времени Порошенко как раз уже определился со своей предвыборной стратегией и решил идти на выборы как президент войны. И бизнес в России, который до сих пор бы спокойно функционировал, стал бы проблемой. Это случилось всего лишь в 2017 году, спустя три года после начала войны. Похожая история с другим предприятием президента – Севастопольским морским заводом. Его конфисковали россияне только в 2015 году, а до того он работал под управлением Порошенко. При этом в 2014 году завод просил у российских властей помощи, чтобы выбить долги с украинского флота. И вел переписку с Министерством торговли и промышленности Российской Федерации и предоставлял по его запросу документацию. Впрочем, связи с Россией можно найти не только у Порошенко, но и у представителей его окружения. Вот уже месяц в Украине гремит скандал вокруг бывшего начальника контрразведки Службы безопасности Украины, а ныне первого заместителя начальника внешней разведки Сергея Семочка. Согласно расследованию журналистов, родственники Семочка имеют российское гражданство и часто ездят в Крым, где у них есть свой бизнес. Сам Семочка, конечно же, все отрицает, да в интервью в стиле Петрова и Баширова. Началась служебная проверка и даже завели уголовное дело, но Порошенко официально ни разу не прокомментировал эту ситуацию. Только неофициально в разговоре с некой блогершей, которая якобы провела с ним целый день. Причем блогерша пишет, что президент высоко оценивает профессионализм Семочка. Еще бы, как говорят злые языки, Семочка достаточно близкий человек к Порошенко и не раз выполнял для него деликатные поручения. Например, по депортации Саакашвили, но не Семочка единым. Давайте вспомним историю с пленками Александра Онищенко, который написал книгу о темных схемах гаранта. В одном из эпизодов беглый нардеп упоминает, что к нему приезжали доверенные люди Семена Могилевича, знаменитого криминального авторитета из России. По словам Онищенко, они действовали от лица окружения Петра Алексеевича и готовы были помочь в переговорах с Порошенко. На меня вышла эта банда Могилевич, Фишерман. Якобы они с Канем общаются и хотели со мной поговорить. Нашли моего кума в Киеве и пригласили меня в Москву, чтобы я прилетел. И тогда же прилетел вот этот ху** Цыганков, чтобы со мной встретился. Я знаю, что будет... Кто? Могилевич и... Фишерман. Цыганков это Грановский, а эти от Каноненко на меня вышли. Могилевич это... Да, это Каноненко. Мы с ним имеем дела, чтобы ты понимал, мы тут Петю прикрываем, его бизнес типа там крышу ему. Но и это не все. И тут мы переходим к самой интересной части этого видео. С некоторых пор в нашей стране многим известно имя Александра Грановского, нардепа из БПП, которого называют одним из самых близких к Порошенко людей, решающим вопросы в судебной системе и вопросы с силовыми структурами. У Грановского есть бизнес-партнер Андрей Адамовский. Помимо прочего, он известен тем, что близкая к нему компания Trade Commodity поставляла топливо украинской армии. Да так активно поставляла, что НАБУ возбудила уголовное дело против ее руководителей, обвинив в продаже нефтепродуктов по завышенным ценам. В общем, Адамовский это серьезный человек в близком окружении Порошенко. А теперь самое главное. Серьезный человек Адамовский не только зарабатывает на снабжении украинской армии, но имеет бизнес в Крыму и российское гражданство. Оказалось, что с 2015 года, то есть уже после аннексии Крыма, он переоформил несколько своих фирм согласно российскому законодательству. Итак, Адамовский является совладельцем общества с ограниченной ответственностью, агропромышленный комплекс «Авсень». При этом Адамовский в учредительных документах указал свой российский паспорт. Судя по информации портала Совета Министров аннексированного Крыма, предприятие функционирует до сих пор и пользуется финансовой поддержкой российского государства. Так, в июле 2018 года начальник управления сельского хозяйства администрации Бахчисарайского района Василий Фаевский сообщил, что «Авсень» получил 800 тысяч рублей по возмещению затрат на энергоносители. Второе предприятие – это ООО «Крымаромат», учредителем которого является сын Андрея Адамовского-Дмитрий. Предприятие также спокойно функционирует в Крыму и получает субсидии от Российской Федерации. О чем свидетельствует приказ Министерства сельского хозяйства аннексированного Крыма от 17 октября 2018 года. Компании были выделены из российского бюджета деньги на возмещение затрат на покупку солярки во время уборки зерновых. «Крымаромат» – кстати, довольно известное предприятие, занимается изготовлением эфирных масел и имеет свои лавандовые поля на полуострове. «Аромат» и «Авсень» – связанные предприятия. Их объединяет Сергей Бароненко, который является совладельцем «Авсеня» и директором «Крымаромата». Странно, да? С одной стороны, Порошенко каждый божий день говорит о российской агрессии и пугает всех пророссийским реваншем. А с другой платит налоги в бюджет России, просит русскую мафию порешать за него какие-то личные вопросы, и представители его окружения связаны с бизнесом в Крыму и имеют российское гражданство. Чудеса? Да нет, просто пиар и желание переизбраться на второй срок. Для чего-то политехнологи Порошенко одели его в доспехи воина и патриота, а он просто коммерсант. И в отношениях с Россией у него не война, а деньги. Но от общества он требует сплотиться для борьбы с агрессором, и любые, даже самые мелкие намеки на компромисс с Москвой приравнивает госизмене. Хотя и он сам, и его окружение демонстрируют совсем другое поведение. Война для них – это политтехнологии и заработок. При этом мы видим, что те, кто зарабатывают на украинской армии, параллельно зарабатывают в Крыму с российскими паспортами. Ничего личного, просто бизнес. На этом все, я Алисия Медведева, а вы смотрели первый выпуск самого понятного украинского блога «Ясно, понятно, где и дальше будут не менее интересные темы». Пишите свои комментарии под видео и задавайте вопросы, на которые я иду отвечать уже прямо сейчас. И подписывайтесь на канал страны, у нас всегда круто. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok